всем привет сегодня понедельник 10 декабря и я вчера решила спать по фэншую никогда этого не делала но я не знаю я не могу уснуть вообще не могу уснуть я жаловалась миллион тысяч раз обычно я сплю головой туда вчера специально поменяла даже простынь потому что я решила спать вот это набор это просто не с набора решила спать там где наши ноги перевернулась туда вон моя подушка вон моя обнимашка кошка и легла с ней муж у меня на рыбалке ночью сегодня приедет на одну ночь уехал вчера об этом говорила и чё вы думаете фэншуй мне не помогает никак опять и целую час прокурилась прокрутилась пока я не уснула снова я не выспалась стала в 5 утра мне к 7 на работу пыжульку надо покормить учет он себя плохо чувствует вот он бедняжка лежит мне кажется него сейчас стали проблемы с животиком что он задними лапками перебирает подскакивает плохо ему сегодня буду звонить снова к врачу маленький мой живи пожалуйста живи солнышко снова поедет со мной на работу конечно же приготовила ему еду покормила поел совсем плохо единственно что он пьет с радостью это витамин c со шприца с ампулки и будем уже сейчас собираться повезу этого несчастного с собой сделала пыжульки перед уходом укол глюкозу с аскорбиновой кислотой чтобы поддержать эту маленькую жизнь мне врач советовал если плохо свинке это первая помощь до приема врача а он слабенький взяла даже с собой уколы надо почитать сколько раз денег делать но не один раз это точно и вчера я подключила газовое оборудование говорила про запах газа в машине а то есть два дня подряд я слышала при прогреве запах газа есть пугалась немножко и отключила газовое оборудование вчера думаю дай-ка я попробую включила заново все нормально и вчера газа не было ни сегодня при прогреве газа вонизма не было то есть буду пока ездить начну вонять поеду к мастерам жулька умирает я это вижу просто ему резко стало плохо сегодня конвульсии начинаются маленький спи спи Лена, мне только что Игорь сказал, слушай, как так хочешь? Вообще идет, хуже стало, стало и все, хуже стало, вчера прям вот к вечеру, хуже, хуже. И врача-то, блин, никого нет, я думала, поеду с тех врачей. Сейчас хочу найти крематься, если есть, кто ее укородит до сих пор, чтобы собрали, кремировали. Чуть-чуть, на суфу. Блин, не лисит. Я до последнего доделась, было бы сейчас лучше стало. Ну что, даже сегодня покушала, так и в туалет ходила сегодня, витаминку сегодня попила с утра. Глазки не закрываются. У меня же Василек умер практически, тоже на руках. Ну, славенько, кремацию, это... Успокойся, позвоню. Да, доброе утро. Здравствуйте, я по поводу кремации. Я из Мурманска, морскую свинку мне надо кремировать. А сами забираете же вы. Молочные, господи, я даже не знаю, как вам добраться-то. Далеко это от Мурманска. Колу знаю. А если я человеку заплачу за такси, он приедет, заберет у меня на такси от вас. Я заплачу за такси и за кремацию. Ну, если у вас есть такой, допустим, работник, я заплачу, если он приедет ко мне на такси, заберет, ну, свинку. Я заплачу за такси за то, что он приедет, заберет и отвезет, ну, туда-сюда. До Мурманска, обратно, молочные, за кремацию. Так возможно? Ну, то есть, никогда. Да. Хорошо. Ну, тогда скажите адрес, я после работы к вам приеду. Я вообще ни разу не была в молочном. Нет, я на машине, я в том-то дело, что я за рулю, но я не знаю, как к вам попасть. Ну, я тогда, может, чуть пораньше отпрошусь, чтобы к вам успеть. Хорошо, хорошо. Ладно, спасибо, тогда я к вам сегодня подъеду. Угу. Хорошо будет успеть. Так, ну, надо она немножко пораньше уйти, они где-то закроются. Не может, ну, у меня машина вышла из строя уже несколько месяцев. Один водитель, и он выездит, ну, как бы, мотается по делам, молочком. Ну, я ни разу даже не знаю, в какую сторону ехать. Она, если по навигатору, он заводит куда-то, не в ту зал, короче. Отпросилась пораньше, поставила навигатор. Мне так сложно говорить, не могу. Короче, ладно, поехала, повезу Башульку в крематуре. Сейчас успокоюсь, потом, может, что скажу, не могу. Короче, мне объяснили, как ехать. Ну, все, я поехала. Я немного успокоилась. Еду уже где-то близко, и не изменяя своей привычке блудить. Хотя еду по навигатору, все равно немножко пролетела поворот, проехала пять лишних километров в одну сторону, потом развернулась. Сейчас еду обратно, еще пять лишних километров. Короче, десять километров я уже намотала лишнее. Но где-то это все рядом. Не спросить никого. Видите, как уже темнеет, у меня закончилась и мывайка. Вернее, она там, у меня есть, но надо останавливаться, чтобы налить. Вот я подъезжаю. Поселок называется Молочный. И в нем находится страусинная ферма, в которой, естественно, ни разу не была, потому что я даже не знаю, где этот поселок. Теперь не буду знать. И теперь мне надо смотреть эти указатели страусинная ферма, потому что крематорий находится где-то неподалеку. Где-то мне показывает навигатор, скоро мне налево. Даже здесь и спросить не у кого. Не дам. Только машину останавливать, если кого-то спрашивать. Что-то указатели не вижу. Темно. Есть они, конечно. В такой темноте разгляди, попробуй. Едем налево за машиной. Да, мне же сказал Михаил Николаевич, здесь километра два по бездорожью. Вот. Вроде так похоже. Куда еду. Глаза болят жутко. Столько наплакалась. А еще болит нос. Потому что тоже плакала. А еще болит голова. Короче, все пожаловалось. Дома какие-то. У кого-то что-то спросить можно. Поверните направо. Затем поверните налево. Так. Поверните направо. Повернули. А налево-то куда? Поверните налево. Да, сейчас. Доеду. Спасибо. Надо спрашивать. Что-то он меня туда-сюда ведет. Сейчас вон люди идут. Направляйтесь на север. Затем поверните налево. Вот вам и здрасте. И вообще мне в обратную сторону. Ой, чувствую, я долго тут плутать буду. Сказали прямо. Прямо гаражи. Может в гаражах люди есть. Тут же вот развилка. Прямо и налево. Господи. Попадись мне хоть кто-нибудь-то спросить, а. Куда я приехала? Поверните налево. Куда налево? Куда? Собака. Вот ты мне скажи, куда мне ехать. Еще собака. Поверните налево. Затем поверните налево. Это что-то водит меня не туда, куда надо. Ни указатели, ни надписи. Ничего нету. Как голова болит, а. Да не еду я на дальнем, что ты мне моркаешь. Так, староусиная ферма. Поверните направо. Затем выполните разворот. Да зачем? Я же тебя забила, староусиную ферму. Куда ты меня ведешь? Все, короче, выключайся. Это я на второй скорости еду. Меня тут носят во все стороны. Извините, пожалуйста, а где здесь крематорий? Крематорий был? Рядом со староусиной фермой он где-то. Ну, это значит, что мы староусиную ферму чуть подальше. Я вот правда не знаю. Все, спасибо. Ну, главное, что староусиная ферма там. Ну, да, а вы же не ферма вывезли. Спасибо. Так, главное к ферме двигаемся. Короче, заехала в какие-то вообще... Где эта ферма? Где эти страусы? В Мурманской области. Что сто метров? 100 метров. И что? И куда? И чего? Ёлки-палки. Вывеску увижу я. Какую вывеску? Ой, мамочка. Поеду вон еще. Народ. Страусиная ферма. Вон она справа. В крематоре не знает никто. Блин, обалдеть. Так, вот она страусиная ферма. Все, звоню девушке, с которой я разговаривала. А, ну, здравствуйте, девушка. Еду к вам. Вот мы сегодня утром разговаривали. Я стою возле страусинной фермы. Как вас найти дальше? Я стою возле указателя. Этот указатель справа от меня. И написано на нем 60 метров страусинная ферма. Справа. Так. Не доехала дальше. Одноэтажное белое здание. Пластиковые двери. И это вы, да? Все, я поняла. Сейчас подъеду. Угу. И елки-палки вот застрять еще не хватало. Так. Белое здание. Белое здание. Белое здание, пластиковые двери. Так. Белое здание. Перейдет работник, заберется машина-животное. Белое здание, пластиковые двери. Вот оно, здание. Как вы сказали, повел где в город? Ну, как попало. Я хотя дописала старую сильную ферму. Приезжают, как попало, вот будет. Морская свинка. Морская свинка. Мне уже просто многие говорят, что по навигатору не получается. Да, хорошо бабушке подсказали, куда ехать. Я думаю, если обратно забью в Мурманск, он меня нормально выведет на Мурманск в обратную сторону. Вы сейчас прямо-прямо едете, прямо через город или на Ленинградке уже на этой колумбе. А тут сейчас просто прямо-прямо, и вы, получается, вот так вот в молочку именно в сам поселок и спустите. Здесь сразу вас трасса поведет нахуй. Вот сюда. Андрей, я высохну, что телефон не доступен, не побежал. Сейчас я по рации. Он подошел, мы тогда заберем. На улице подошла, да? Сейчас я вам скажу, как. Это ваш. Андрей. Андрей. Андрюш, подойди, пожалуйста, здесь морскую свинку на кремацию привезли. Жду возле офиса на улице. Десять минут. Ну, подожду, что-то. Я прямо напротив двери стояла. Да, хорошо. Быстрее, божон пришел, не могу, как же плачу, что снегом умылось. Не могу успокоиться никак вообще. Знаю, надо отвлечься, там думать о чем-то другом. Я стараюсь отвлекусь, думаю о другом, но потом оно само в голову лезет, и лезет, и лезет, и лезет. Еще эта коробочка тут стоит, я уже ее открывала. Думала, вдруг он не умер, вдруг он живой. Нет, он умер. Быстрее, боже, все. У меня нос, наверное, как у алкаша, сейчас красные глаза, тоже сейчас легаишники остановят. Лежать в трубочку заставят. Хотя в темноте все равно не видно, какие у меня глаза, как у меня нос. Еще гунтос у тебя. Какой-то паренек заскочил вовнутрь, может, это и есть тут Андрей. Сейчас посмотрю, если выйдет. Ох, вроде отхлюпала. Она че вот. Сейчас забью навигатор, теперь пусть меня Мурманск ведет. Города не знаю, не то, что пригорода. Открывайте с той стороны. Вот эта вот коробочка. Вот эта? Да, да, да. Садись, кипитик. Спасибо вам. Забрали Пизульку, все, хватит плакать. Говорят, когда питомец умирает, хозяин плачет, то питомец заглебывается в слезах хозяина, поэтому не надо плакать, чтобы Пизулька не заглебывалась в моих слезах. Надо делать навигатор, все, поехать домой. Пусть.